Приветствую вас. Честно сказать, не совсем понятно, о чем идет речь, то есть не совсем понятно, о ком вы говорите. Ну вот, в своем тексте, потому что вы встречает человека, а тут какая-то женщина, вот эта женщина и есть человек, с которым вы встречаетесь, или эта женщина завидует. Вам, что вы встречаетесь с человеком. Вот, то есть не очень понятно. По описанию могу сказать, что у нее есть симпатия к вам, если ее активность направлена только на вас. Да? Ну то есть, если ее активность связана только с вами и все, то в этом случае, скорее всего, у нее есть к вам чувства. Вот. Ну то есть она пытается так их завуалировано выявить. выявить, завуалировано их выразить вам. А так вот скрытно пытается их показать вам. Вот. Если она действует так со всеми вообще, вообще по отношению ко всем, ну в таком случае можно сказать, что у человека есть некая идея, основной целью которой является разоблачение других, то есть это непонятно, кого всех пытается вывести на чистую воду, кого всех, всех ваших, значит, знакомых или кого. Понимаете? Понимаете, какая история. То есть здесь вот ситуация, значит, ну ситуация не совсем однозначная. Вот. Мне кажется, что, ну, что это нужно изучать дополнительно, дополнительно, чтобы понять, что происходит с вами. Да? Вот. Значит, ну, если, если, соответственно, вам не нравится, как, как она себя ведет с вами, вот, ну этот человек. Что, соответственно, имеет смысл перед с вами взаимодействовать. Вот. Я, я так полагаю. Вот. Ибо, ну, а что остается? Остается. Да. Вот. То есть человека вы не переделаете. Да? Это понятно. Человека вы не переделаете. Не поменяете. Он такой, какой он есть. И обращает нужное внимание только на себя. Вот. Ну. На свои чувства. Что есть, если вам не нравится, как она себя ведет. Например. Например. Вот. Ну. Соответственно. Ну и дать ей понять. Вот. А что вам даст понимание причин ее поведения? Что вам это даст? Лично я, лично я думал, лично я думал, что ничего. не изменится. Вот. Так что подумайте над тем, с кем, с кем вы связываете свою жизнь. Вот. Достойный ли это человек, того, чтобы быть с вами. Вот. То есть, ну, хотите ли вы с ним быть, с этим человеком. Вот. И, собственно говоря, ради, ну, ради чего это все? Да. То есть, ради чего вы хотите быть с ней? То есть, чем она, чем она вам дорога? Вот. Вот. А. Понятно. Я надеюсь, о чем будет речь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы ничего не забыл. Сейчас прочитаю. В текст. Значит, здравствуйте. Та же самая проблема. Та же самая. Это какая? У человека какая-то необъяснимая. Я даже не знаю, как она называется. Ревность, что ли? Ревность никогда не бывает необъяснимой. Марина. Ревность всегда имеется под собой основание. То есть, ревность всегда есть повод. Вот. Это, как правило, страх одиночества, неуверенность в себе, отсутствие собственной значимости, вот. И негативный опыт подобных отношений в своей семье, ну, собственной семье. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать, да, ну, именно вот по этому аспекту. Два года встречаю с человеком, а просто прохода не дает. Ну, значит, соответственно, так понимаю, что встречать вы, значит, все-таки с ней, получается, или как? Так. Вот. Значит, так. Не дает, пытается всех вывести на G2, говорит, что хочет помочь, что меня не обманули. Не обманули. Вот. Это моя жизнь. Это работа такого ненормального. Значит. Так. Что ей нужно? Нужно, чтобы вы, по-видимому, были только ее. По-видимому. Да. В каждых, в каждых она видит угрозу для себя в том, что потеряет вас. Вот. Ну, а вы, соответственно, каким образом такого человека к себе притянули? Так. Ну, если вы видите, что у нее ревность, да? Вот. Что, соответственно, терпится зачем в этом случае? Что, вы думаете, что она или же изменится? Или? Или как? Или что? Знаете, какая история? То есть тут вот тоже нужно обязательно ситуацию изучать глубже. И больше думайте не о ней, да? А больше думайте о себе. О том, для чего это нужно лично вам. Вот. По крайней мере, я предлагаю вам действовать именно так. Именно так. Если ваши цели и ценности не совпадают с ее, то, соответственно, имеет смысл сделать паузу, перерыв, чтобы и она, и вы смогли переосмыслить целесообразность ваших отношений. А ей, я рекомендую обратиться сюда, хотя бы на сайт, чтобы мы помогли ей, так сказать, не справиться с ревностью, да, а скорректировать ее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.